Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Не каннибализм ли есть плоть и пить кровь Господа? Несомненно, вкушение плоти человеческой и питье его крови является мерзейшим делом, отвратительным и физиологически, и духовно, с которым ничего общего человек психически здоровый, а тем более просвещенный, иметь не может. Иное дело, то божественное произволение, которое усваивает нас божественному естеству. Иное дело, то, что получили мы, люди, за тайный вечерей, совершенный Господом со своими учениками, апостолами, накануне своих крестных страданий. Там не было речи о куске тела Христова, тела, которое Он воспринял от Пречистой Девы Марии. Не было ни кровопускания, но было благословение хлеба и вина, соединенного с водою, и преподавание их, как подлинного небесного хлеба, естества Господа Иисуса Христа, ради совершенного единения с Ним тех людей, которые уверовали, тех людей, которые пошли за Христом, которые приобщились к Его вечной жизни, приняв Святое Крещение, именно они призваны принимать это благословенное Таинство, освящать на престоле вино и хлеб так, чтобы под действием Святого Духа, с благоговением вкушаемые, они соединяли бы нас нетленно в единое тело, Церковь с единой кровью, глава которого, этого тела, сам Христос. Никаким каннибализмом здесь не пахнет. Именование хлеба телом связано с тем действием, которое оно осуществляет в людях. Будучи вкушаемо, оно не физически лишь состав питает, а оказывается причиной единения нашего с Пресвятой Троицей, видяхом свет истины, прияхом Духа Небесного. Поет Церковь в завершении Божественной Литургии. Это наслаждение, которому мы призваны от сотворения мира, от сотворения нашего, достигается Богом установленным путем такого осязаемого приобщения. Для разумления маловерных попускалось иногда Господом видеть в чаши вместо хлеба и вина поленную кровь и плод человеческую. Но существуют даже святоотеческие указания в служебниках священнических о том, что надлежит в покаянии молиться для того, чтобы это знамение было бы сокращено, и приступить к чаше было бы возможно с теми привычными веществами, которые при действии Святого Духа воспринимаются нами и приемлются как подлинное тело и истинная кровь Спасителя нашего. В этих категориях очень трудно мыслить человеку, ум которого прилеплен к земным вещам, попросту сказать, неверующий в Боговоплощение и в действенность Слова Божьего, проходящего до разделения души и духа, составов и мозгов, оживотворяющий человека Слово Божье для них недеятельно, как и воскресение Христово, не является благонадежным и убедительным. Таковы, конечно же, иронизируют над людьми церковными, такими словами одного из писателей-атеистов. Вот уже две тысячи лет христиане тужатся и мучаются, пытаясь представить себе из хлеба и вина тело и кровь своего Спасителя. Мол, это противоестественно, мол, это невыносимо, мол, это невозможно. И надо ли так корежить собственное воображение, чтобы сделать это реальностью для себя хотя бы умозрительной. В этих пустых словах нет и тени истины, приемлющей верой богочеловеческое достоинство Господа Иисуса Христа, не нуждается в этом насилии над собственным умом или силой воображения ради принятия того, что ясно и просто произнесено самим Христом. Кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, преподаваемые вам в этом таинстве, мною установленном, тот жизни не имеет в себе, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье, необходимое для вашего единства со мною. Когда какой-то великий благодетель преподносит нам подарок большой, который в комнату не войдет, и говорит, вот тебе ключики от него, но находится этот подарок вот на такой-то автостоянке неподалеку от твоего дома. Разве будут уместны наши сомнения, глядя на этот ключик, что за ним стоит целый автомобиль и место его нахождения, то, которое указывает благодетель. Не мы его придумали, но он явил нам свою милость. Так и установленные Господом таинства церкви. Не человеком придуманы, не в подражании каких-то языческих актов, но не знали ученики, с какой целью собирает их Господь и Учитель накануне уже объявленных своих страданий и смерти. При уготовлении к пасхальному вечеру состояло для них в подготовке агнца. Не ведали они, что этот агнец есть только образ, только тень полноты благ, которые Господь даст человечеству, как агнца Божия, себя предлагая в снеде, себя предлагая на заклане, да спасется его крестом, его спасительной для нас смертью, спасется от власти греха и смерти, все человечество. Во всяком случае, те из них, кто примут проповедь его, кто примут это слово Христово о спасении, устроенном от Господа. Потому примитивно и жалко мыслить таким низким образом о причащении святых христовых тайн, но надлежит открыть сердце свое для Евангелия, для Слова Божьего, из которого все встает на свои места и едва пробудится колосок и зерно веры даст свои плоды в душе вашей, тотчас станет вам просто и ясно, что на божественной литургии преподаваемая священником с лжицы из потира, из этой чаши, весельем струящейся, по определению одного нашего прекрасного поэта, преподаваемая частица, тело и крови Господни, есть подлинное общение и единение с Богом, и не какое-то злобное нарушение естества человеческого, состоящее в пожирании подобных себе, а истинное и божественное питание, манна небесная, только не временная, как при исшествии иудеев из земли рабства в землю обетованную, а тот подлинный небесный хлеб, который к вечной жизни призван приобщить человек. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.